добрый день дорогие друзья рада вас приветствовать на моем канале на канале алики мирной итак у нас вами второй прогноз карта дня на 28 июня 2023 года смотрим карта дня у нас для представителей всех знаков зодиака сейчас мы этот куст уберем 28 июня 2023 года общая карта дня рыцарь кубков день достаточно такой хороший положительный общение приятное общение до встречи контакты эмоции но эмоции конечно могут быть разные здесь и поездки что-то может быть приобретете такое то что вас порадует да вот для вас будет нужным таким давайте посмотрим что в позитиве в этот день солнце смотрите исполнение какого-то желания продвижение вперед получение финансов получение выгодных предложений контакты всевозможные до связи вы как солнце вы притягиваете к себе людей вы притягиваете их внимание в принципе вы здесь можете оказывать влияние на кого-то давайте посмотрим что в негативе негативе может быть император то есть это некий человек который может заставлять во что-то делать да или не подписывать допустим какие-то документы или проявлять какую-то диктатуру то есть это то что человек может зависеть от другого человека она то есть я имею yardа что вы то тут осмотре да вы можете зависеть от другого человека от структуры какой-то в целом и вот то что вот этот император перешает да или то что происходит там какой-то структуре потому что может быть допустим компания, у вас какая-то структура компании, что-то там происходит такое, что оказывает на вас не очень хорошее воздействие. То есть вы не получаете какой-то, допустим, свой интерес здесь. Но это в негативе. Я вам скажу так, что здесь вы можете исправить эту ситуацию, если вы поставите свои интересы на первое место. То есть если вы не будете прогибаться под кого-то, то есть соглашаться сразу же. То есть вы должны преследовать свои интересы. Конечно, я не говорю о том, не призывая вас к тому, чтобы вы шли, разбирались с кем-то, допустим, судились, доказывали. Нет, но вы должны быть уверены в себе, вы должны себя ценить и должны стоять за свои интересы. Вот тогда вы сможете эту ситуацию изменить. Я недаром сказала о том, что тут вы можете оказать на кого-то влияние. То есть если вы будете действовать с мягкой такой позиции, вот чересчур мягкой, то, конечно, тогда этот человек может на голову вам сесть и ноги свесит ещё в лучшем случае. А если вы себя поставите наоборот, как бы выше или наравне, допустим, ну, я не знаю, как-нибудь попробуйте так сделать, то тогда этот человек будет подстраиваться уже под вас, под ваши интересы. Накрутила, да? Тут непонятно, что вообще. Ну, как вижу, вот так и объясняю. Так, на что следует обратить внимание? Давайте посмотрим. Суд. Ну, ничего себе, смотрите. Тут три старших аркана подряд. То есть день достаточно значимый. Обращайте внимание на звуковые сигналы прежде всего, потому что здесь может быть какая-то не очень хорошая ситуация, допустим, поэтому звуковые сигналы лучше не игнорировать. Дальше. Обращайте внимание на документы, на то, что подписываете, потому что вас могут заставлять подписать какой-то документ, но для вас неприемлемо, к примеру. То есть это то, что вам не нужно. Призыв к чему-то. Обращайте внимание, к чему вас призывают. Оповещение какое-либо, информация. Всё, что вот как бы к вам идёт, вот на это обращайте внимание. Ну, и знаете, здесь я бы ещё сказала, тут какая ситуация, что это не для всех сейчас адресовано, но люди, которые проходят какую-то отработку, допустим, то есть здесь какая-то кармическая задача могла быть, и которые подверглись чужому влиянию, вот вы с этой ситуацией в этот день справитесь, то есть как будто бы вы закроете какую-то отработку, что-то вы пройдёте, закончите какой-то вот урок. Всё. Так, что в личных отношениях? В личных отношениях всё хорошо. Любовь, приятные какие-то разговоры, времяпрепровождение, поездка, возможно, приобретение каких-то подарков, к примеру, и повтор какой-то ситуации, как дежавю. То есть вы можете быть в том же месте, где уже когда-то были, да, то есть пойдёте где-то гулять, там, где вы уже гуляли ранее. Или повстречаются вам какие-то люди, которые, допустим, вот, с которыми в прошлом вы коммуницировали каким-то образом. То есть здесь вы как будто возвращаетесь к какой-то старой ситуации. То есть может быть вы будете оговаривать это в своей семье, то есть вы будете возвращаться как к прошлому, что в прошлом что-то было. Надо прояснить, да, пролить свет на какую-то ситуацию, что-то решить, что-то решить, пролить свет на какой-то документ, да, как раскрыть какую-то тайну, к примеру, узнать, что в том документе, к примеру. То есть вот здесь как прояснение идёт. Что в рабочей сфере? В рабочей сфере туз жезлов. Ну, здесь какое-то начало, вы работаете, вы полны сил, полны желания действовать, интерес к работе у вас здесь появляется. Может быть, вам что-то интересное предложат по работе. Так, есть ли запланирована встреча, как она пройдёт? Встреча пройдёт по Луне. Ну, знаете, что-то такое мутное может быть. То есть человек, с которым вы будете встречаться, он может быть просто каким-то мутным. Вводить вас в заблуждение может, не раскрывать все карты может. То есть что-то он как-то сам себе на уме. То есть в итоге встреча как бы будет, но вы по итогу не поймёте, так о чём конкретно вы договорились. Потому что договор здесь какой-то будет бумаги, здесь какая-то может быть ошибка в бумагах. Или хитрость может быть вот в этих бумагах. Смотрите, не подписывайтесь. Постарайтесь особо ничего такого не подписывать в этот день. Потому что могут подставить. Можно ли давать деньги в долг? Можно. Можно ли брать в долг? Нет. Можно ли брать в кредит? Слушайте, ну день... Нет, день, конечно, всё... Ну, достаточно серьёзный таки. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть старших арканов выпадают. То есть что-то будет происходить серьёзное. Будут озвучены какие-то серьёзные решения. Как провозгласят что-то. Яркое какое-то событие может быть. Масштабное что-то такое. То, о чём будет говорить. Да. Посмотрим. Ну и совет карт для всех нас. Относитесь ко всему чуть легче, да? То есть общайтесь, коммуницируйте. Не замыкайтесь. Будьте как это солнце. Будьте центром внимания. Светите. Дом. Но знаете, как вот поддержку и вдохновение вы находите в доме у себя. И при этом смотрите, то, что касается ваших семейных дел, личных дел, не посвящайте в них посторонних людей. То есть чем меньше знают, тем крепче спят. Потому что может быть зависть. Могут быть какие-то разговоры. Знаете, такие с ухмылочкой. То есть не надо распространяться о том, как у вас в доме и что происходит. Думайте, кому и что вы говорите. Потому что не все люди, понятное дело, являются нашими доброжелателями. Так, послание ангелов. Доверьтесь своим идеям. Вам в голову пришла замечательная идея, как ответ на ваши молитвы. Эта мысль реальна и заслуживает доверия. Вы можете чувствовать себя в безопасности, реализуя свою идею и зная, что мы следим за каждым вашим шагом. Просите о помощи во всем. Что касается осуществления ваших планов. И будьте готовы принять нашу помощь. Вот такое послание. Окей. Смотрим дальше. Смотрим, смотрим. Овны, карта дня для вас. Карта дня. Так, ну для овнов день достаточно хороший, такой очень активный. Во-первых, у вас могут быть здесь какие-то поездки, дороги, решения вопросов, связанных с транспортом. Также вы здесь берете бразды правления в свои руки. То есть вы решаете брать инициативу на себя. Вы будете распоряжаться чем-то, средствами, какими-то доходами. Возглавите что-то. Но также вы здесь будете стараться контролировать свои как мысли, хорошие и не очень. То есть вы возьмете их под контроль. Но день в целом для вас будет очень активный и интересный, мне кажется. Давайте посмотрим, что здесь еще овна. Дорога, встречи, встречи, переговоры, коммуникации, общения, получение подарков, может быть. И здесь дорога какая-то, все-таки я вижу. Какую-то дорогу. Где-то будете идти или ехать. По важным делам. Так, тельцы, карта дня для вас, тельцы. Для тельцов дней не очень. Здесь могут быть какие-то сомнения, шпионские игры. Вы за кем-то можете наблюдать, кого-то ждать. Когда же кто-то появится? Здесь как приманка какая-то у вас для кого-то. Ну вот, вы ждете, кого-то ждете в этот день. Какой-то у вас есть план по отношению к другим людям. И это то, что касается вашего дома. Знаете, как будто бы вы ждете появления кого-то в вашем доме. Допустим, пытаетесь как-то, может быть, заманить, пригласить, я не знаю, заинтересовать. Да, вы как будто хотите, чтобы вот вокруг вашего дома было чье-то внимание. Ну вот такое. В то же самое время будьте аккуратны, пожалуйста, с ценными вещами. Не оставляйте их без присмотра в этот день. Близнецы. Карта дня для вас. Для близнецов десятка мечей. Но здесь что-то завершается. Однозначно. То есть ставите какую-то точку на чем-то. Решайте больше этим не заниматься. Больше это не делать, допустим. То есть все. Ну знаете, как перегорели уже к чему-то. Ну потому что у вас находится, знаете, какая-то трудная ситуация в вашей жизни заканчивается. Вот находится ключ к решению каких-то вопросов, дел. И вот эта дверь, она открывается. То есть какой-то трудный период остается, знаете, как за спиной. То есть вы его уже прошли. Это сознание вот придет в этот день. Раки. Карта дня для вас. Для раков колесо фортуны. В вашей жизни что-то меняется. Меняется, я думаю, что в лучшую сторону. То есть здесь какие-то перемены могут быть. Дороги, общение. Удача вам улыбается. Ну и здесь вы будете прислушиваться к мудрому другу, да, к мудрому партнеру. Чей-то совет вот будет сделан вам, сказан вовремя. Вот. Что-то вас обрадует. Решится вопрос, связанный со здоровьем. То есть здесь начнется, начнет распутываться какой-то клубок. То есть вот какие-то, если возникали трудности, проблемы, то вот они начнут вот уже как-то распутываться. То есть все станет на свои места. Вот в этом будет заключаться удача. Львы, карта дня для вас. Для львов день тяжелый. Может быть усталость, боль в суставах, может быть, и в шее. Поэтому будьте аккуратны. Следите за своим здоровьем. Работа. Очень много работы. Очень много хлопот всевозможных, связанных с делами, с работой, со сбором какого-то урожая. То есть вы хотите как можно скорее сделать больше работы. Вы хотите все успеть. Вы хотите все успеть. Но на самом деле, конечно, это неплохо в том случае, если это не вредит вашему здоровью, вашему самочувствию. Поэтому прежде всего обращайте внимание на то, в какой вы форме. Если вам тяжело, то немножко надо сбавить вот эти темпы. Девы, карта дня для вас. Для дев день такой, знаете, немного эмоционально тяжелый. И, может быть, усталость, апатия какая-то. Нет ресурсов. То есть неоткуда их взять, допустим. То есть вы не можете наполниться почему-то в этот день. Но, знаете, смотрите, на самом деле не там ищите. То есть вы хотите что-то получить для себя. Но то, что вам принесет какое-то благо, находится не там, где вы ищите. Не знаю, говорю вот как вижу. То есть подумайте, что вот это может быть. То есть на что-то вы не обращаете внимания. Притом, скорее всего, что вот это ценное, то, что может быть для вас во благо, оно где-то рядом. Вы просто не обращаете внимания на что-то. Также по этой карте я бы сказала, что человек в большей степени нацелен, зациклен на чем-то материальном. А вам надо обращать внимание на что-то, вот как духовное, на что-то такое, что приносит благо именно вашей душе. Как львы были у нас, где вы, весы. Весы, карта дня для вас. Для весов день тяжелый. Устали, устали. Все очень много каких-то дел, забот. Вот все как-то на вас навалилось. Нет желания вообще вот что-то уже делать. Но это временно на самом деле. Все это пройдет. Все решится. Очень много работы, каких-то забот. То есть вам нужно подумать о себе, подумать об отдыхе. Как, может быть, вам следует кому-то обратиться, чтобы вам помогли разобрать все вот эти ваши дела. Есть человек, который может с вами, скажем так, совместно что-то делать, помогать вам. Поэтому вам просто следует обратиться к нему. Не тащите все сами на себе. Скорпионы, карта дня для вас. Для скорпиона в день такой нелегкий. Потеря каких-то ресурсов. Скорее всего, что это будет потерять денег. Какая-то бессмысленная покупка. Бессмысленная трата денег. Пустая трата денег, может быть. Или вам могут не выплатить что-то, пообещать и не дать. Но при этом, смотрите, то, что касается вот этой потери ресурсов, это связано с вашим родом. То есть как будто бы вы уже должны были получать сигналы. Может быть, это были сны или предчувствия. Какие-то знаки могли быть, что вот такая ситуация в вашей жизни может быть. Поэтому будьте бдительны, да, будьте аккуратны и наблюдайте, как будет ситуация развиваться. Потому что вот эта потеря, да, какая-то потеря ресурсов, то есть они вас предупреждали. То есть вы должны быть вот как готовы к тому, что вот происходит. И вот это своего рода как вам задание, как урок какой-то, который вы должны пройти. То есть вы должны достойно что-то пройти, выйти из этой ситуации. Стрельцы, карта дня для вас. Для стрельцов день такой насыщенный. Здесь могут быть какие-то у вас привязанности. Могут быть страсти всевозможные. Смотрите, не попадите под чье-то влияние. Потому что тут могут вас и искушать, и подбивать на что-то, да. Да, знаете, смотрите, здесь к вам может явиться человек, который является якобы вашим другом. И вы можете этого человека слишком близко к себе подпустить. А вот помысл у этого человека, ну вот на самом деле не очень хороший, не очень-то и светлый. Поэтому будьте аккуратны. Так, далее. Козерожки, карта дня для нас. Для козерожек хороший день. Мы вместе. Гармония, любовь, взаимопонимание, поддержка, союз, партнерство. Так, это два человека, когда они идут вместе, да. Когда они вот друг друга не просто слушают, а они слышат друг друга. Когда они являются опорой друг друга. То есть здесь вот про какие-то такие отношения речь идёт. И о том, что что-то в этот период зарождается вот между этими людьми. То есть что-то такое, что даст в итоге хорошие какие-то плоды. То есть что-то в вашей жизни будет развиваться во благо. И принесёт какой-то позитив. Не сразу. Чуть погодя. Но это будет. Так, водолей. Водолейчики, карта дня для вас. Для водолеев, рыцарь кубков. Хороший день, эмоциональный такой, знаете, приятный, лёгкий. Дороги могут быть, встречи, общение приятное. Притом вы будете общаться с каким-то человеком, будете думать, что это вот ваша родная душа какая-то, родственная. Да, что вот вы друг друга понимаете с полуслова. Да, вот здесь вот чем-то вы будете довольствоваться посещением каких-то общественных мест, допустим. Будете как в коллективе каком-то. Но вот всё вас будет радовать при этом. Рыбки, карта дня для вас. Для рыбок хороший день. Здесь могут быть дороги какие-то. Будете спешить, ехать где-то. Возьмёте бразды правления в свои руки. Будете направлять эту ситуацию, да, куда вам надо. То есть вы можете оказывать здесь влияние на других людей. Ну и на ситуацию в целом. То есть на что-то вы можете повлиять. И несмотря на то, что цели поставлены достаточно такие высокие, большие, вы сможете добиться какого-то положительного результата. То есть вы на правильном пути. Путь нелёгкий, но тем не менее он правильный. Вот так вот. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.